Бизнесмены из Нижневартовского района не только не ощущают потерь, связанных со сложной ситуацией, но и наращивают производство и получают прибыль. Одно из таких предприятий – Тайганика. Фирма выпускает косметические средства из компонентов, выращенных в Нижневартовском районе. Это единственное в округе производство натуральной косметики. Подробнее расскажет Анастасия Кармалаева. Тайганика. Бренд югорской косметики Тайганика начался с личной истории основательницы Светланы Колесниченко. Из-за аллергии она увлеклась натуральной косметикой, изучала ингредиенты и составы. Постепенно интерес перерос в бизнес. Сейчас в истории предприятия открывается новая глава – импортозамещение. Оказалось, что кокосовое масло можно легко заменить на кукурузное, без потери качества продукции. В России действительно много хороших производителей этого химического сырья, компонентов. Все, что можно сейчас поменять, мы стараемся закупать российское. Это влечет за собой необходимость перерабатывать рецептуры. На фоне наших находок по замещению с использованием именно российского сырья, мы сейчас выравниваемся по цене и имеем достаточно конкурентоспособную цену. Аромат пряников леса после дождя и запахи счастья. Производство продукции создатели называют не иначе, как голдовством. Предприятие выпускает более 100 тысяч единиц товара в год. Создают шампуни, гели для душа и скрабы. Неизменный хит-продаж в любой сезон – ароматное мыло. В составе только натуральные ингредиенты – экстракты югорских трав, масла и ягоды. Перерабатывают сырье тоже здесь. Все средства имеют знак «веган», а это означает, что среди компонентов нет продуктов животного происхождения. У нас есть определенные стандарты, от которых мы не отходим. То есть даже иногда, пока ты в процессе работаешь, и видишь, когда это все красиво в чане мешается, созревает, вот эти добавляются масла вкусные, и там волей-неволей думаешь, а можно еще вот этого добавить? Нет, нельзя, потому что у нас есть сертификат, у нас есть нормы, и дальше мы от них не отходим. Предприниматель, говорит, очень выручают различные виды поддержки. Так технопарк Югры посодействовал в сертификации продукции. Фонд поддержки предпринимательства помог с экспортом. А еще удалось воспользоваться федеральной поддержкой по отсрочке платежей по кредиту. Кроме того, 90% оборудования приобретено на субсидии Нижневартовского района. Благодаря только этикировочной машине производительность выросла в 20 раз. Раньше все делали вручную. Здесь защитная пленка, я должна ее частично снять, потом провести, чтобы не оставить воздуха, потом снять защитную часть последнюю, потом приклеить. Потом уже штампую дату. Сейчас я этого не делаю. Я кладу бутылочку, она закручивается, дата проставляется. То есть я положила, взяла, положила, взяла. Светлана Калитинченко оптимистично смотрит в будущее. Предприятие не только не ощутило потерь, связанных со сложной ситуацией, но и получило прибыль. На фоне того, что уходят зарубежные марки, и мы видим, наблюдаем, большее количество заявок на оптовые покупки. Вот если говорить в частности, на прошлой неделе у нас запрос от золотого яблока. Это крупный гипермаркет. Раньше они больше специализировались на импортных. А сейчас вот показатель того, что все-таки крупные организации, крупные торговые организации, они начинают интересоваться, они начинают искать. Сейчас продукцию тайганики можно найти на крупнейших торговых площадках. Вайлдберис, Озон, Сбермаркет и Яндекс.Маркет. Каждый месяц предприятие выпускает новинку. А впереди серьезная задача – наладить выпуск продукции для ежедневного использования. Анастасия Кармалаева, Сергей Зайкин, окружная телерадиокомпания «Югра», Нижневартовский район.